До конца года Минстрой России ждет от регионов не менее пяти концессий в сфере ЖКХ. Такой целевой ориентир сегодня поставлен и перед Ненецким округом. Работы по привлечению инвестиций коммерческих структур в энергетический и коммунальный сектор экономики округа на условиях концессионных соглашений ведет Департамент строительства ЖКХ, энергетики и транспорта НАУ. Иными словами, речь идет о передаче объектов энергетики и коммунального хозяйства в управление внебюджетных организаций. Работа ведется. В частности, по передаче в частное управление дизельной электростанции деревни Макара, деревни Куя, Устья, Амдерма, системы теплоснабжения поселка Амдерма, системы водоснабжения поселка Амдерма, котельные, центры архитического туризма, блочно-модульные водоподготовительные установки на территории муниципального образования Заполярного района. В соответствии с федеральным законом, решение о передаче в концессию может быть принято только собственникам этих объектов, то есть Заполярным районам. По словам главы администрации района Олега Холодова, некоторыми объектами ЖКХ и энергетики в населенных пунктах региона заинтересовалось общество с ограниченной ответственностью МК-сервис. Сейчас пока удалось достичь соглашения только по электростанциям Устья и Куи. То есть тут мы согласны и они согласны, так что вот это направление сейчас будем практически реализовывать. То есть вот просто принципиальное согласие было достигнуто позавчера. Устья и Куя без Макарова. Без Макарова, потому что опять-таки про Макарова мы не согласовали, поскольку у нас там есть перспективные планы использования, ну реконструкция этой дизельной электростанции, переход на более дешёвое топливо-василковское. Поэтому мы уже туда начали вкладываться, в эту модернизацию. Поэтому мы и оставили пока её за собой. В вопросе передачи объектов энергетики и коммунального хозяйства в управление частных рук Заполярный район ведёт себя крайне осмотрительно. Ведь от этого, по словам Олега Холодова, зависит безопасность, тепло и электроснабжение населения. А между тем, передача этих объектов в концессию – требования Минстроя. До конца года ведомство ждёт от регионов не менее пяти концессий в ЖКХ. По словам замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрея Чибиса, действующие концессии показывают рост эффективности коммунальных предприятий, снижается число аварий и претензий потребителей. При этом государство экономит деньги, так как бюджетные дотации замещаются частным капиталом. По каждому поселению подготовьте эти проекты и отдайте их в свободный доступ. А при еще мы их отдавать, мы давайте в своем месте отработаем механизм страховки, чтобы это был не предприниматель печати с уставом, а чтобы это были какие-то основные, чтобы это был уставный капитал. Ну, то есть механизм страховки придумать можно. По поручению главы региона до 30 сентября Заполярный район опубликуют в свободном доступе перечень объектов ЖКХ и энергетики, которые могут быть переданы в концессию. Такой же список региональной власти будут ждать и от мэрии города.